Маша и Медведь. Русская народная сказка. Жили-были дедушка и бабушка, и была у них внучка Машенька. Собрались как-то раз подружки в лес, по грибы да по ягоды, и Машеньку позвали с собой. А Маша просится у дедушки с бабушкой. — Дедушка, бабушка, отпустите меня с подружками в лес, за грибами да за ягодами. А бабушка ей и отвечает. — Иди, внучка, только от подружек не отставай, не то заблудишься. Пришли девочки в лес, а ягоды грибов в лесу полным-полно. Вот Машенька, деревце за деревце, кустик за кустик. Увлеклась и стала отходить от подружек. Сначала немножко, потом еще чуть-чуть. Так и не заметила, как отошла совсем далеко от девочек. Насобирала полную корзину ягод и грибов, оглянулась по сторонам, а подружек нет. — Ау! 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 — стала звать Машенька подружек, а в ответ только эхо. — Ау! 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 Ходила девочка по лесу, искала дорогу домой. Все напрасно, совсем заблудилась. Зашла она в самую глушь, в самую чащу. Видит, избушка стоит. — Все равно не могу найти дорогу домой, а скоро вечер. Не останусь же я в лесу ночью. Подумала Маша и постучала в дверь. Но никто не открывает. Маша тогда решила сесть на лавочку около избушки и подождать хозяина. Как вдруг, прямо возле порога, с огромным лукошком малины, большущий медведь. Это и есть хозяин дома. Он ходил в лес за малиной. Увидел медведь Машеньку, обрадовался и говорит. — Ага! Теперь не отпущу тебя. Будешь у меня жить. Мне как раз нужна хозяюшка. Будешь печку топить, кашу варить, меня кашей кормить. Маша, конечно, расстроилась, поплакала, погоревала. Да ничего не поделаешь. Дорогу-то ведь она домой все равно не найдет. Стала она жить у медведя в избушке. Медведь на целый день, бывало, уйдет в лес. А Машенька тем временем по хозяйству справляется. То прибирает, то пирожки печет, то кашу варит. Да все вспоминает своих дедушку с бабушкой. Думает, как там они поживают. Стала Машенька думать и гадать, как же ей от медведя убежать. Кругом лес, в какой стороне деревня не знает. И спросить тоже не у кого. Думала она, думала и придумала. Приходит как-то раз медведь из лесу. А Машенька накрыла на стол, накормила медведя и говорит ему. Миша, отпусти меня на денек в деревню. Я так соскучилась по бабушке и дедушке. Хочу их увидеть, до гостинцев отнести. Нет, ты в лесу заблудишься. Давай гостинцы, я их сам отнесу. Отвечает медведь, а Машеньке того и надо. Напекла она пирожков, достала большой-пребольшой короб и говорит медведю. Вот, посмотри, я в короб положу пирожки, а ты отнеси их моим дедушке да бабушке. Да помни, короб по дороге не открывай. Пирожки не ешь, не то буду тебе невкусную кашу варить. А я на деревце вылезу и за тобой следить буду. Ладно, готовь короб, отвечает медведь, а сам пошел во двор по хозяйству управляться. Только медведь вышел из дома. Машенька сразу же залезла в короб, а на голову себе блюдо с пирожками поставила. Вернулся медведь, видит, короб готов, взвалил его себе на спину и пошел в деревню. Идет-бредет медведь по лесу, а короб тяжелый получился. Устал медведь, сел на пенек и говорит. — Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба. — Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. — Надо же, какая глазастая, — говорит медведь. — Все видит. Поднял он короб и пошел дальше. Шел, шел, а дорога длинная до деревни. Остановился, сел и говорит снова. — Сяду на пенек, съем пирожок. А Машенька из короба опять. — Вижу, вижу, не садись на пенек, не ешь пирожок, неси бабушке, неси дедушке. Удивился медведь. — Вот какая хитрая! Высоко сидит, далеко глядит. Встал и пошел скорее. Шел он, брел по лесам, по лугам и дошел таки до деревни. Нашел дом, где Машин и дедушка с бабушкой жили и стал изо всех сил стучать в ворота. А собаки увидели медведя и давай на него лаять. Сначала только с одного двора, а потом из соседних дворов стали сбегаться. Набросились на него со всех сторон, за штаны хватают, кусают. Испугался медведь, поставил коробу ворот и пустился в лес без оглядки. Тут дедушка говорит бабушке. — Что-то собаки не на шутку разлаялись. Неужто случилось чего? Надо пойти поглядеть. — Вышли тут дедушка да бабушка к воротам. Видят, короб стоит. — Что это за короб? — говорит бабушка. Дедушка поднял крышку, а там пирожки. Тарелку с пирогами убрал и глазам своим не верит. Коробе Машенька сидит, живехонька и здоровехонька. Обрадовались дедушка с бабушкой, стали Машеньку обнимать, целовать, умницей называть. А собаки еще долго медведя гнали, пока до самого леса не прогнали. Вот так Машеньке удалось перехитрить медведя. И впредь, когда Маша ходила в лес за ягодами и грибами, всегда была осторожна и внимательна, чтобы не заблудиться. Конец